привет это уже второе видео по сохранению в игре в данном случае сегодня будем сохранять наш расположение наших предметов на уровне а также их состояние вообще они живые так скажем либо мертвые то есть активные либо уничтожены теперь давайте перейдем сюда где у нас все состояние вот это было то есть наш instance наш сейф и наши структуры которого я создал предыдущем видео теперь мы будем ее немножко дополнять в данном случае нам необходимо подготовить еще одну структуру она у нас будет как раз таки отвечать за экторы которые у нас находятся на уровне так нажимаем правой клавишей гоупринт структура назовем это у нас структура пусть actor будет здесь мы создадим также переменные во первых это у нас пусть будет из destroy то есть уничтожен этот объект или нет почему я его проверяю первым но если он у нас будет стоять с первым мы естественно сразу проверим создавать его на уровне или же нет в данном случае мы вообще создавать ничего не будем мы будем отталкиваться от того что уже есть на уровне здесь есть некоторые проблемы если вы что-то спауните активируете да здесь вам придется немножко подумать как дополнять это так второе это у нас будет пусть это будет наименование или name actor да здесь мы выбираем тип actor так чему-то он опять у меня подглючивает тип actor object reference и третье я не знаю что нибудь в нем выберем ну давайте трансформ то есть это по сути местоположение поворот скейл нашего объекта выбираем трансформ так но и по сути вы можете все что угодно здесь добавлять все что имеется наименованиях так скажем пусть это будет у нас и ну там то есть естественно вы пишете свой и ну который вы создавали ранее в данном случае он мне не нужен я просто вам показываю что это все можно создавать в этой структуре то есть все прописывать так же такие как мапы которые можно создать допустим и интеджер и мы создаем мапу с помощью которой мы будем вытаскивать массив из массива точнее какую-нибудь флоут переменную либо переменную типа стринг ну и и так далее все то же самое все записывается как стандартное значение теперь перейдем так сохранили структуру переходим на наш game instance они для начала давайте перейдем my save game и создадим здесь вторую переменную для наших экторов пусть это будет так тип наша структура 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 экторс и переменную мы делаем рэй для того чтобы наши экторы помещались массив который мы будем как раз таки уже обновлять ну и здесь мы также все записываем для того чтобы не было ошибки при компилировании проекта ну да здесь еще к сожалению и к счастью надо просто майк рэй подать все компайл прошел отлично значит мы приступаем так game instance это у нас save game да так ну и перед тем как выполнять вот это действие давайте его чуть-чуть отодвинем сохранение мы будем расширять чуть-чуть так вот мы сохранили позицию нашего плеера и все какие-то элементы которые мы туда прописывали давайте пока разорвем временную связь теперь нам необходимо май сергеем нашу переменную которую мы здесь создавали при создании при загрузке вот она у нас здесь находится мы из нее просто сейчас вытягиваем эктор и теперь нам необходимо добавлять наш эктор добавляем это и сюда мы должны подать как раз таки наш эктор который нам необходим но сейчас мы развернем нашу структуру то есть вот все что мы создали там элементы да мы здесь сюда будем прописывать так почему он эктор у нас булин я ошибся да так это player variable давайте его прикроем он нам не нужен так я опять не то открыл структура name actor а я перепутал destroy булиновая переменная а name actor 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 object reference теперь перейдем сюда так давайте сделаем рефреш все отлично теперь нам нужно получить как раз таки наш эктор и мы можем по сути в наш нашу функцию добавить входящее значение пусть это будет также эктор object reference и мы его подключаем вот сюда то есть мы эктор получили если нам необходимо да но во первых смотрите если мы будем сохранять каждый эктор нам необходимо по сути на каждый элемент делать каст для того чтобы это вообще или похожую систему не делать это создается с помощью родительского эктора либо с помощью допустим того же самого blueprint интерфейса но я считаю что один а родитель будет гораздо проще для использования давайте я сейчас как раз таки этот вариант и покажу мы создаем эктор это у нас будет так давайте напишем эктор дефаут дефаут то есть да это основной будет эктор родительский в котором мы как раз таки будем выполнять какую-то логику возможно даже и нет может быть у нас будет всего лишь один кастомный эвент давайте так и сделаем destroy вектор и здесь давайте создадим переменную из destroy так и делаем запись с передачей нашего значения так все по сути нам больше ничего особо то и не надо всю логику уничтожения мы сделаем вне данной структуры потому что там есть некоторые нюансы которые в принципе можно обойти но так гораздо будет проще game instance теперь нам из эктора так эктор эктор давайте по сути нам вот сюда давайте подадим не эктор а наш эктор который мы создали ac defaults object reference и как раз таки из него мы уже можем вытащить так сделаем compile так и здесь я не сделал сохранение потому что вот этой переменной мы не можем найти и отсюда уже можем мы вытаскивать но он у нас не хочет сейчас подумаем как это обойти так давайте event graph здесь мы создадим некоторую структуру в данном случае custom event load кастом event сей и здесь будем так давайте так напишем рычу лук то есть мы сюда должны подать наши экторы и отсюда уже вытаскивать все значения ok сейчас продолжим наконец-то я откашлялся так смотрите сюда нам надо подать экторы которые у нас на уровне для этого нам придется к сожалению использовать не очень хорошую штуку как getl actor of class она нагружает естественную логику но без этого никуда то есть мы выбираем эсидов аут наш эктор классе подаем в наш так скажем обработчик и здесь мы будем вызывать нашу функцию вот гейм вот который как раз таки мы создали уже а мы не копили да мы не копили зачем ты я вот гейм то а ну да все правильно здесь вот гейм пока еще мы не здесь ничего не создавали мы же сейф еще прописываем только в сейф да то есть мы сюда подаем функцию сейф гейм и как раз таки мы сюда вот создали наш эктор который будет все выполнять теперь 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 давайте пропишем вот сюда print string чтобы у нас там куча сохранения не было по сути это конечно можно разделить загрузку сохранение персонажа и сохранение элементов лучше конечно наверно разделить ну давайте я пропишу его сюда для того чтобы было более понятнее что можно это все в структуру в одну влезть мне просто неохота копировать вот это все то же самое куда-то другую функцию для сохранения экторов пусть это будет тут находиться и теперь мы как раз таки ой на дефолт опишу как раз таки можем вытащить нашу переменную из destroy подать ее сюда где необходимо далее мы можем вытащить get actor transform для того чтобы подать где находится наш эктор куда он повернут и так далее но если у вас есть какие-то другие элементы вы также все можете отсюда вытащить и ваши нумерации ваши структуры и так далее все будет сохраняться если у вас здесь имеется также какие-нибудь предметы не знаю в персонажи или в данном случае векторе дополнительные да то есть вы здесь вы прописываете эктор либо какое-то другое значение которую вам необходимо в общем я думаю что это все ясненько так продолжим здесь писанину ну и мы все добавили данном случае вышло не так уж много мы делаем сохранение тот же самый слотный то же самое это так и вот это мы вычеркнем из нашего участия потому что по каждому эктору вот начнет выдавать вот эти элементы мы их уже прописали вот сюда то есть здесь у нас будет сейф давайте плеер напишем эктор но и вот будем добавлять такую же структур ку теперь принстринг отсюда тоже мы удалим так это у нас что а это да нам это сейчас точно здесь не нужно так давайте это вырежем чтобы его вот сюда поставить надо было там то же самое сделать на complete вот game здесь у нас сейф так далее нам здесь на вот game также мы подаем входящее значение он уже наверное поставил да и си сразу поставил эктор пишу в единичном значение потому что у нас там перебирает всех экторов так ставим точку чтобы отсюда уже продолжать куда нам необходимо и и теперь нам нужен сейф вытаскиваем из get actor это как раз таки наше сохранение наша переменная вот мы ее вытаскиваем и здесь делаем поручилу то есть мы перебираем все наши элементики данном случае берем отсюда вытаскиваем нашу структуру делаем break так сравниваем что этот эктор у нас равен тому эктору которые здесь у нас входящий делаем branch и мы уже далее будем писать если он так откроем чуть-чуть если он наш эктор так сюда чуть-чуть подтащим если эктор у нас из где строит да то есть когда нас учим и прописываем set то есть мы записываем наш у нас вот то есть мы записываем наш эктор что он уничтоженный далее мы делаем снова branch для того чтобы проверка если он у нас уничтоженный да мы по сути ничего не делаем в данном случае удаляем но сюда удаление не рекомендую вставить мы сделаем его на комплит потому что есть некоторые проблемки и если он у нас не уничтожен мы даем ему так давайте вот transform возьмем или либо сектора сразу вытащим сетектор так где у нас сетектор transform и подаем сюда нашу трансформацию так скажем где он находится и и все отлично и на комплит мы уже давайте еще раз проверим все таки что наш эктор так что что-то то он у нас так так давайте сделаем компайл потому что наверное он не принял вот то что мы выставили значение из-за этого я не могу отсюда вытащить из-за строй странно так давайте вытащим вот отсюда тогда поставим если он уничтоженный у нас она естественно я отсюда не могу вытащить все отлично я понимаю в чем проблема потому что я же не подключил вот сюда и он не видит наших предметов естественно не может понять что я от него хочу так вот и теперь он у нас должен из строить должен уже вытащить но почему-то не хочет прекрасно подключить как хочет так дефаут сектора здесь все подключено здесь все подключено все отлично и должно отрабатывать дефаут дефаут все отлично пока вот 15 раз не переберешь и тогда он только начинает работать вот из-за чего чаще мне в комментариях пишут почему-то не работает но не работает и все вот и как видите да вот я уже минуту возился с этим потому что она не отрабатывает хотя я все и сделал и компайл и сохранение так если у нас до строй мы записали сюда если он до строй то есть типа уничтоженный мы делаем как раз таки уничтожение нашего предмета просто если мы сделаем сюда он у нас выдаст ошибку из-за чего то есть мы как будто бы его создаем и записываем него какие-то элементы но при этом хотим еще уничтожить и выдаст предупреждение что этот предмет сейчас запрашивается а вы хотите уничтожить в общем такая вот ситуация так что приходится его на комплита создавать и уничтожать так ну и теперь нам необходимо делать по сути все здесь мы все выполнили но этим и подключать не будем потому что у меня ничего нету там и на уровне на нашем уровне заходим open level blueprint теперь мы вытаскиваем не наш логинга ту штуку которой мы уже создали вот вот это то есть мы сейчас будем загружать вот этот лоуд чтобы перебрать все наши экторы которые на уровне лежат так открыли логу принт и вытаскиваем просто лоуд теперь единственное что нам необходимо допустим какие-то предметики создать уже экторы которые будут управляться вот с помощью дефаута ну то есть нашего основного эктора чтобы это сделать мы создаем крэйт счет был принк вас то есть мы даем что у него вот этот эктор является родительским то есть мы создаем детей по сути пусть это будет у нас дефаутс монитор то есть мы берем так откроем контент браузер какой-нибудь дополнительный мне необходимо узнать где лежит этот элемент сейчас я туда зайду на втором экранчике так это у нас папочка контент как раз таки мой виджет который продается на marketplace и далее мэш и вот сейчас мы запишем наш нашу нашего ребенка допустим наш монитор так ну окей пусть будет так я у него не ставил никаких пилотов необходимых местах но так и оставил его хотя нет желательно конечно его изменить вот так по быстренько мы сделаем теперь делаем копаю сохраняем то есть здесь есть у нас то что у нас имеется родитель какой-то и мы принимаем все эти значения от родителя и далее вы просто необходимую логику прописываете дальнейшем то есть все что вам необходимо уже все в этих элементах ничего не надо будет делать за вас будет делать сохранение то есть уничтожать там еще что-то так сделали монитор быстренько делаем светильник вам заходим в лампу выбираем лампу устанавливаем модель лампы так устанавливаем примерно в этих местах делаем симуляции физики давайте быстренько тоже побалуемся этим чтобы можно было что-то делать так и в мониторе такую же штуку делаем симуляции физики установим монитор 200 хотя наверное 150 самые нормально будет отверглении персонажа так еще родителя пусть это будет у нас точнее ребенок у нас будет клавиатура так пусть какая-нибудь клавиатура добавляем клавиатуру устанавливаем позицию необходимую ну я думаю я попал под эти элементы все отлично симуляция физики пусть будет 40 килограмм в данном случае это не особо влияет главное можно как персонажа взаимодействовать ну и давайте еще быстренько сделаем стол наш стол устанавливаем он является по сути родительским тут ничего мы не будем настраивать просто установим массу в 500 я думаю нормально тоже будет ну и давайте смотрите накидываем наши экторы которые мы только что создали это у нас монитор лампа интересно конечно как это будет работать клавиатура какой-то у нас низко находится окей сохраняем давайте запустим проверим так элементы двигаются падают все отлично никаких проблем значит нету так теперь будем проверять сохранение во первых нам необходимо удалить предыдущее сохранение иначе могут появиться проблемы потому что мы сохранение старые пытаемся внедрить какие-то новые элементы открываем папочку и заходим в сэвид да далее у нас сэгейм и вот как раз таки наш тот файл сохранений мы его удали пока свернем зайдем вот гейм так ну и сохранение естественно тоже скорее всего произошли давайте откроем снова папочку здесь у нас что говорит не может добавить чтение не имеется сейчас быстренько просмотрим так здесь у нас проверим элементы до родители имеют оси дефа ус не должно быть никаких вопросов по сути давайте сейчас я быстренько пробегусь не кадра и посмотрю где я ошибся если я ошибся вообще в общем имеется некоторые нюансы из-за того что сохранение пока с физикой не особо отрабатывает там здесь нужно по-другому немножко то есть я вернул что физики нету симуляции это во первых во вторых я удалил лишние элементы которые по сути не отрабатывали ну я думаю может быть из-за них нет оказаться еще кроме физики это во первых кроме физики у нас на уровне когда мы загружаемся он не может прочитать эктора то есть когда он загружается загрузка естественно он делает лоуда если мы заходим не существует никакого файла он делает сохранение если сохранение ну то есть также файла не существует он делает создание и потом пытается добавить сюда эти элементы он не совсем понимает видимо где они как они короче не может понять здесь можно конечно сделать то что когда первый раз создается по определенному пути пойти так либо побаловаться да но то что физики нету к сожалению сейчас придется немножко другую схему делать давайте сделаем так в персонаж к давайте на левую к вашу мыши так left mouse button мы сделаем трейс лайн трейс бы channel пусть будет так берем нашу камеру вытаскиваем get world location подаем ее в стартовое значение делаем складывание также вытаскиваем forward vector то есть куда мы смотрим нашей камерой далее умножаем это значение на какое-то число чтобы получить конечную точку где-то вдалеке переводим во фонд пусть это будет вектор длиной в 5000 так покажем наш трейс он фрейм хотя нет нам не нужно duration при нажатии на клавишу так из хит делаем break вытаскиваем так бранч блокинг инициал оверлап либо return валью давайте поставим если да то наш эктор мы делаем каст на дефолтного на дефолтного так тут AC default видео получилось длинным но к сожалению так придется сделать скорее всего так трейс у нас будет видом уничтожения и означает что мы будем делать здесь из нашего эктора мы вытаскиваем нашу функцию наш кастом и он который мы там создавали для строй эктор да из из строя галочку отмечаем ну и далее мы по сути сейчас конечно же должны сделать обновление так для этого мы персонажи к создавали вот этот каст на game instance сейчас его как раз таки мы здесь и применим каст game instance и у нас нету элемента в данном случае функции которая будет апдейтить наш экторы да то есть если мы будем самолично и образно уничтожать вот эта функция у нас будет являться являться той которая будет сохранять значение изменений каких то так делаем копирование нам необходимо load то есть это она только лишь будет работать когда мы уже создали какие то элементы да то есть создали файл сохранений далее мы уже вытаскиваем отсюда нашу наши так и это 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 далее берем поручу пробегаемся по этим эктором и будем сравнивать тот эктор на которой мы образно напали так добавляем оси дефаут туда так и напишем эктор то есть наш именно эктор который является родительским на сюда мы протянем поставим точку и чтобы не бегать далеко давайте отсюда вытащим так и у меня опять заглючил экранчик делаем брейк и сравниваем наши экторы то есть если эктор равен на тот на который мы указываем получается у нас сравнение далее мы по сути наш эктор так наш эктор так наш эктор мы должны записать а мы его взять должны из нашего сохранения далее берем гэт эктор далее в нашего нашу вот эту структуру set array элемент вот как раз таки она большое количество наших массив мы будем записывать и здесь уже наш элементик мы будем подавать что нам необходимо из нашего эктора которые которые мы уничтожаем то есть мы берем гэт 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 и суде строить записываем его сюда так индекс мы подключаем наш фору чулуп чтобы мы знали куда мы записываем далее наименование мы также берем наш эктор далее берем гэт эктор это что у нас transform подаем его сюда и по сути все давайте здесь сейф делаем сейф games to slot мы подаем наше значение слота ней и наше сохранение сохранение ну и здесь можно branch выставить короткий если сохранился print string ну и не знаю можно подать эктор display name как раз таки будет наименование эктора выдаваться так теперь снова переходим наше си так наше нашего персонажа вот в трейс и здесь мы делаем апдейт эктор подаем наш эктор который попадаем ну и его достроим вот из-за чего мы в этой функции в нашем custom event который мы вот здесь прописали мы не сделали сразу destroy потому что нам надо его сначала записать что он типа будет уничтожен далее мы должны апдейтить в сохранениях что он будет уничтожен и в данном случае уже уничтожать его теперь мы сохраняем все давайте запустим так сохранили давайте загрузим так загрузка прошла естественно здесь мы ничего не можем сделать так уничтожили уничтожили и лампу давайте тоже уничтожим делаем сохранение выйдем из игры запустим и у нас нету ни телевизора то есть ни монитора ни лампы если давайте уничтожим наш файл сохранения он у нас загрузка сохранения одновременно делает и у нас выдается ошибка да вот с этой ошибочкой немножко надо будет поработать в данном случае проверить что у вас впервые делается сохранение это означает что экторы нам не нужно будет загружать в данном случае просто загружать их просто будем считывать сначала конечно но когда мы делаем уже второй раз у нас уже ошибок нету то есть он уже перебрал в данном случае элементы и сохранил их так делаем сейф сейчас я быстренько посмотрю может быть что-то так 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 я понимаю почему он ругается потому что он не проходит здесь здесь когда у нас создается у нас записывается персонаж и потом пытается записаться элементы но он массив не считывает естественно вот из-за этого и происходит данный баг при первой загрузке чтобы от этого избавиться это конечно желательно сохранение этих элементов вынести в отдельную функцию в данном случае я это делать не буду сейчас но я вам сказал что это лишь из-за этого все давайте еще раз проверим так я удаляю файл сохранение запустим так давайте уничтожим стол сделаем сохранение да он сейчас ругается из-за того что первый раз но когда мы запустим вот сейчас он должен по сути все отрабатывать оп закрыл запускаю не работает почему то ли у нас апдейт не отрабатывает нет то ли я не закомпанил так вектор каст идет идет данная логика а у нас не отрабатывает апдейт да сейчас еще раз проверим проверим так дестрой отрабатывает апдейт нет и кстати я понял как избавиться от этой ошибки знаете в чем проблема когда у нас впервые загружается как я уже сказал у нас отрабатывает load да вот этот load он загружает load game если же не существует файла сохранения он использует на save game он здесь не должен использовать save game а должен использовать save именно эту функцию наш custom event который мы создали вот здесь вот этот то есть он должен пробежаться по нашим эктором и потом уже выполнять сохранение все гораздо было проще вот так вот замутить так давайте снова еще раз проверим удаляем наш файл запускаем закрываем и у нас нет никаких ошибок и у нас сразу отрабатывает апдейт айси дефаут кей то есть клавиатура там было написано и у нас только лампа останется живой потому что все остальное мы уничтожили ну и с физикой здесь некоторые нюансы тоже есть во первых надо сохранять когда физика отрабатывает скорее всего сохранение локации не работает давайте на мониторе проверим это так и мы в принципе уже закончили это видео так запустят так давайте сначала удалим файл чтобы у нас все предметы были на уровне еще раз говорю что это работает лишь с теми предметами которые на уровне уже установлены то есть когда мы загружаем мы сохраняем все эти предметы наше сохранение и потом уже когда удаляем мы считываем эти сохранения и избавляемся от тех предметов которые мы уже убили так уничтожаем стол у нас падает монитор естественно когда монитор упал он не сохранился давайте сделаем сохранение то что стола нету это естественно было да так но видите физика у нас не сохраняется то есть он как определил что находится здесь так он и будет здесь и появляться то есть физику надо как-то отдельно сохранять все элементы у нас удаляется и при запуске ничего нету но стал она кстати сломался вот если сохранение сделаю скорее всего тогда только его не будет нет он просто сломался но здесь надо будет пиксить баги то что если вы его удалили и делаете сохранение скорее всего появляются какие-то проблемки так давайте еще раз проверяем стол удаляем если мы запускаем достава нету но если мы сохраняем сейчас вообще-то нет все отрабатывает странно 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 почему стол туда появился все этот конечно баг если вдруг он и есть надо отлавливать и понять где проблема а так все отлично у нас это у нас static меши они естественно не удаляться у нас автомобиль является тоже эктором но если мы его будем пытаться уничтожить мы не сможем потому что мы делаем каст нашим персонажа именно на наш главный родительский эктор и сиди пол то есть если мы в машину допустим выставим наш главный класс и сиди паут мы его тоже можем удалить и сохранить а на этом все до скорой встречи всем пока